Всем привет! Вы на канале Доблдоб, меня зовут Донат и у нас сегодня экспериментальная рубрика, а что сейчас делать? Погнали! Итак, коротко, друзья, расскажу и новичкам на канале, и старичкам. Решил попробовать такую рубрику, где буду рассказывать, что я сейчас вижу по рынке, очень коротко, я ценю ваше время по самым вашим горячим темам. Чтобы еще на стриме отдельно не разбирать, возможно, короче, рубрика найдет себя. Попробуем, погнали! Итак, сразу мы будем с места в карьер, у нас сейчас биткоин 39.700, такое большое падение, медведи просто в восторге, быки плачут, не знают, что делать, говорят, что уже разворот. Я, конечно, смотрю вот эту картину, если смотреть весь год, думаю, ну да, разворот, конечно, серьезный, но будем честны, это на развороте даже не похоже, это показывает абсолютно полный тренд. Даже если вы сильно отдалите, вот эти коррекции, это нормально, они всегда происходили. Вот была коррекция, очень, кстати, хорошая коррекция была, и вот тут еще ниже была коррекция, я вам просто напомню, не все торговали в 2000, боже, какой это был год, в 2021 году, ну, в 2020 году, когда мы первым хаям подошли. Так вот, в 2020 году, я просто помню этот момент очень сильный, это тоже с компанией вставало, я говорю, все, мы летим, летим, я вот эту вершину орал, летим, вот эту вершину орал, летим, и вот эту. И нас в итоге, получается, с 12-300 откатили на 10 тысяч, то есть, минус 20% дали. То есть, по факту, рынок сейчас, ну, около тех же самых значений. Потом мы проторвались и полетели вверх. То есть, рынок такие вещи дает часто, потому что, что происходит, огромное количество верунов, которые, ну, все, раз уже ETF приняли, надо набирать и лонговать. Ну, и, конечно, это бреют, это бреют тем, что заканчиваются у людей деньги, просто какие-то крупные игроки забирают себе капиталы, срезают с этого, ну, себе просто денежку. Поэтому, это, безусловно, нормально. Ну, и, конечно же, у нас еще два важнейших фактора. Это FTX продала биткоин ETF Grayscale на сумму 1 миллиард долларов. Вообще, рассказываю, у Grayscale раньше нельзя было продать биткоин ETF, то есть, ты его купил, и ты как будто залочился. Потому что, после того, как у них начались судебные разбирательства, начали обсуждать, это нормально или нет, и, как бы, активы были заморожены. А теперь появилось еще огромное количество конкурентов у Grayscale, которые предложили лучшие комиссии. Если вы клиент какого-то банка, и вам говорят, ну, в банке надо было платить, например, 100 гривен в месяц за карточку, а тут говорят, новый банк, не надо ничего платить. Ты такой, а, так я пойду туда. И здесь, по сути дела, происходит то же самое. Люди хотят из Grayscale уйти. И когда люди уходят из Grayscale, Grayscale вынужден ликвидировать свои позиции. И за счет этого происходит вот это давление на стакан. Поэтому вы не переживайте, не думайте, что люди разочевают в крипте. То, что сейчас происходит, это, по сути дела, остудить пыл покупателей. Но те люди, которые фундаментально понимают, что сейчас происходит на рынке, ни капли не сомневаются в глобальном булуране. Потому что, друзья, то, что сейчас происходит, такого уже давно не было. S&P 500 на all-time high. То есть у нас, как бы, Америка, ну, восстановилась. Это, конечно, больно говорить вот в такой момент. В том плане, как это возможно, что она восстановилась, учитывая, какая там была инфляция. Мы можем посмотреть на Trueflation. И тут уже 1.86. Уже реальная инфляция, на самом деле, меньше 2%. Экономика восстанавливается. По сути дела, скорее всего, мы в марте уже будем понижать ставку на 0.25. Но если в марте не будем, понизим в мае. В любом случае, 3 понижения запланированы. И впереди хорошие ожидания. Впереди много понижений. А рынок торгует ожиданиями. Но сейчас S&P 500, повторяюсь, на хаях. NASDAQ на хаях. Который отвечает, по сути дела, за стартапы. Который вообще, индекс, который должен включать себя в биткоин. И биткоин у нас падает. Это же просто, ну, нонсенс. То есть, настолько это очевидно, что люди, уже у них мозг работает. Так что, нет, это неправда, это неправда. Это, наверное, какая-то поставная меня хотят забрать. То есть, вы считаете, что ETF приняли большие дяди американские. Чтобы что? Чтобы люди зашли сейчас на объем торгов. Там 9 миллиардов. Уже больше 20 миллиардов объем торгов. Вот эти люди зашли и начали покупать ETF. И оно сейчас пойдет вниз. И докуда будет коррекция? Почему надо лететь не сейчас? У нас халвинг в апреле, я напоминаю. У нас фонды вот эти, которые заходят. Им надо огромное количество ликвидности. Если брать в разрезе трех лет. И сейчас биткоин, на самом деле, держать просто легче всего. Я не знаю людей, которые вдруг сейчас начали переживать и паниковать. Я вам еще раз покажу на графике. Смотрите, вот здесь, когда мы падаем, тут сложно держать. Потому что мы падаем, кажется, что мы надо продавать. Вот это все, весь этот период. Когда мы растем, когда мы на хаях, мы понимаем, что, наверное, можем упасть. Вот любой этот период, когда мы растли, здесь было страшно держать. Потом это падали еще. Тут, может, вырастали. Вот здесь, опять же, было не так страшно. Потому что вроде как к хаям идет. Потом опять суперстрак. Дно суперстрак. Ну и вот здесь, когда мы уже прошли какой-то... Оттолкнулись от нас, закрепились уже, прошли на новый уровень. Здесь держать легче всего. Поэтому то, что сейчас продавливают, это просто выбивает суперслабые руки. Ребята, не будьте вот этими руками. Сейчас, на самом деле, если у вас нет биткоина, суперудачная ситуация, мне кажется, зайти, хотя бы начать заходить. Потому что невозможно пропустить эту всю историю со стороны. Я всегда говорил, что надо заходить по DC. Но я сейчас считаю, что на DC не осталось много времени. То, что сейчас нам дают возможность идти по 39, а если может дадут по 35, и фирмы вообще можем наблюдать по 2300, это просто, ну, как бы на самом деле распродажа. Распродажа перед, наверное, новым полетом. Конечно, да, надо перезайти. Там, Gray Scale, FTX продает часть активов, Gray Scale продает. Но в любом случае нам это показывает, что впереди глобальная бычка с халвином, с ETF-ом, с тем, что биткоин, к нему все, нельзя придраться. Вы не понимаете. К нему уже даже нельзя, получается, прийти даже на уровне того, что он не зеленый. Уже сложно представить, что кто-то придет и скажет, биткоин запрещаем, потому что он не зеленый. Потому что это уже было договорено. Если уже туда его добавили, и вот оттуда просто нельзя убрать, потому что иначе тогда огромный BlackRock, по сути дела, полетит голова оттуда. Это не очень не годится. Так что я считаю, что будущее очень крутое. Несмотря на то, что мы сейчас падаем, и даже мы сейчас, текущих, можем дальше упасть. Я не размышляю там фрейминг в неделю. Я призываю вас не ставить, не лезть на фьючи, в надежде, что вы, зная то, что будет расти, поставите фьючи 50-е, оно летит. Все 50-е фьючи обязательно выбиваются. Вы можете случайно попасть в какую-то историю. Это, опять же, это не относится к профессиональным трейдерам. Но мой посыл в том, что то, что сейчас проходит коррекция какая-то, это только здраво, это супер круто. И оно усиляет мою веру. То есть теперь после вот этой коррекции, когда мы придем обратно на 48, я буду намного более увереннее, чем когда было на 48. Вы понимаете, о чем я? Надеюсь, понимаете, пишите ваши комментарии. Теперь коротко пройдемся по ситуации на эфире и альтах. Эфир, я продолжаю верить, то, что он будет выходить вообще на уровень намного выше. Пошел эфира, большие впереди обновления и впереди тот же ETF. Люди у нас как-то не обращают это внимание, но уже по срокам в 23 мая, по идее, должен будет опрунуть ETF. Люди оценивают меньше 50%. Я лично не понимаю, как могут не опрунуть ETF на Ethereum, потому что BlackRock, Fidelity, все эти компании, все это все зарабатывают, они уже понимают, как это подать заявку. То есть так же, как с битком, то есть так же на эфир. И если им откажут по какой-то причине, то, опять же, будут иметь дело с судом. Это Америка. Здесь, если ты подаешься по всем регламентам, то ты, ну как бы, ты победил. Все, вопросов к тебе не может априори быть. Поэтому по эфиру я ожидаю, вообще бык тоже дикий. И я считаю, что вот, ну если опять же посмотреть, то мы уже вот это вот все пробили. Кто-то скажет, похоже это. Я считаю, что мы пробили, ибо это уже идем на разворот куда-то, ну, наверное, 08, 08, не знаю, куда за такой диапазон. По блуру, ребят, по блуру я, как всегда, открываю дюну и смотрю объемы блура. Блур у нас на данный момент, 80-го числа перебил хаи свои за последние, получается, два года, да. И за два года, то есть, компания по сути дела начинает больше зарабатывать. Считаю, что сейчас точка 0,59 очень даже неплохая, можно брать и стейкать. Это вот моя позиция. Я уверен, что блур побуждать доллар, там, полтора, по мне вообще вопросов нету. По суи. По суи. Доллар 0,6, да, такая приличная коррекция, ну, очевидно, что на фоне всего рынка больно, но я не вижу смысла сейчас там выходить, теперь заходить по 0,8. Опять же, напоминаю, что тут было сложно предугадать, что вот так вот начался посыпаться рынок, именно за данный скейли, на этом фоне я льта, когда чуть-чуть может какая-то подуспокоиться. Но если бы вы решили перезаходить, конечно, было бы классно, по 1,4 перезашел, по 1 точка зашел. Но я считаю, что перезаходы вы только теряете актив. У меня очень много людей пишут в личку о том, как они перезаходят, и все эти перезаходы заканчиваются тем, что люди остаются просто без актива. Пожалуйста, не будьте такими, если вы уже взяли активы, вы понимаете, почему вы держите, вас устраивает там цифра, фундаменты, то, почему он должен расти у вас, триггер устраивает. Держите, не надо никаких перезаходов. Я понимаю, что хочется заработать тут 20%, там 20%, там 20%, но зачастую в вашей сделке EV, EV это под реальные прибыли. Вот если вы понимали, я переведу на язык такой, достаточно простой. Есть Орел-Решка, да, вы кидаете, и у вас типа 50% будет орлов. Если вы говорите, будет орел, то типа как бы вы забираете на дистанции, на длительную половину куша, 0,5. То есть, и тут то же самое. То есть, если вы думаете, что вы перезайдете, то вы иногда будете ошибаться. И вот когда ошибка тут очень дорогая. И то же самое вот вообще по всем этим активам, когда у нас есть булгран, если это большая вероятность, на это вы бы это верите. Я считаю, что огромную. Нету причин на самом деле не расти в ближайшие там пару месяцев. И то, что рынок сейчас дал передохнуться, я прям в восторге, потому что я сам на этих стримах не один раз говорил, что рынок очень сильно горит, перегрет, и мне не хочется, чтобы он немножко остыл. Вот это оставание, это супер. Даже если оно будет еще происходить месяц, вас это не должно вообще расчетировать. Огромное количество проектов впереди выходит, огромное количество дропов, старт в нет скоро будет, закосин, берачейны, коинлист выпускает новые проекты там по два раза в неделю. То есть движения уже большие начались. Вот опять же по NFT вы тоже можете посмотреть, это тоже для показателей. По NFT у нас рекордные объемы, потому что там появились коллекция с флором 20. Движения большие, S&P 500 на хаях, на хаях, деньги сломались, и у нас в Америке предвыборный год. Как правило, на истории в 100 лет предвыборный год показывает стабильность в экономике. То есть, как правило, уже как бы тот президент, который, например, в последний год служит в стране, в последний год он может где-то накосячить. После последнего года он высушивает экономику, и она перезагружается в 25. Например, в теории я сейчас не говорю, если придут республиканцы, то там может быть в 25 году перегрев. Но конкретно 24 я вижу очень благоприятный вообще в целом для всего, как стак-маркет, так и, конечно же, крипто. Крипто вообще номер один, номер один потенциал, он давно был, мы давно говорили, за 16 года мы в начале пути. Сейчас мы еще не в начале пути, сейчас мы уже доросли до того, что у нас ETF есть. Сейчас есть в Сальвадор, где это считается полноценной валютой, можно было в Макдональдсе об этом им платить биткоином. Поэтому мы сейчас в другое время. Развитие технологии невероятно большое, РВИ, количество блокчейнов, ЛР2. Большие умные люди за этим стоят. Я уверен, что развитие у индустрии есть. Я вас прошу, не забивайте на крипту, здесь очень много денег. Как бы вы были, криптоном или просто иногда инвестируйте, потому что это может изменить реально вашу жизнь и привести вас к финансовой грамотности. Всем спасибо, с вами был Гранд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я делаю много хорошего контента. Пока!